Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, мы продолжаем наш курс лекций по изучению псалтыри. Он традиционно проходит в Московском Сретенском монастыре и записывается редакцией портала экзегет.ру. Мы подошли к 138-му псалму. Псалом 138-й описывает всеведение и везде присутствие Бога. Но это описание переплетается с жалобой автора псалма на кровожадных врагов, которые Бога ненавидят и говорят против Него нечестиво. В этом псалме автор просит Господа испытать Его собственное сердце. Если он, псалмопевец, стоит на опасном пути, то направить его на верную дорогу. Псалом начинается с описания проникновенного знания Господа о всех делах и помышлениях человека. После этого следует яркая картинка описания везде присутствия Господа во Вселенной. Затем, рассматривая самого себя, псалмопевец размышляет о дивном устроении организма человека. Далее он молится, чтобы Господь истребил восстающих против него врагов, а завершается псалмом уверенностью, что суд Господа покажет, что сам автор псалма невиновен в том, в чем его подозревают. Данный псалм является одним из наиболее цитируемых в художественной литературе, поскольку в нем одновременно присутствует и высота религиозного чувства, и глубина мыслей, а также сила и красота образных выражений. «Нигде в боли в псалтире не присутствует такого поразительного описания Бога, который пронизывает своим присутствием весь мир, знает о поступках и помыслах человека от утробы матери, но в то же время с природой человека не смешивается». Интерпретация псалма связана с некоторыми трудностями. В частности, после 18 стиха стиль повествования резко меняется, и в силу этого некоторые исследователи утверждают, что резкие выпады против врагов, обозначенные в 19-21 стихах, изначально не были частью общего гимна. Они написаны в ином духе, они не похожи на проникновенное рассуждение о всеведущем Боге, знающем человека с момента зачатия. Но так или иначе, каковы бы ни были бы этапы составления данного псалма, современные исследователи в основном рассматривают его как целостное произведение в том виде, в котором оно до нас дошло. Из-за того, что в тексте присутствуют арамейские слова и словесные формы, принадлежность данной поэмы авторству Давида, обозначенному в надписании, может быть поставлена под сомнение. Действительно, некоторые авторитетные греческие рукописи после заголовка «Псалом Давиду» добавляют фразу «Захарий и в диаспоре», из чего напрашивается вывод, что для древних переводчиков псалом был записан в диаспоре и посвящен Давиду. Несмотря на это, ряд немецких и английских ученых все же настаивают на том, что данный текст был написан самим Давидом. Рассмотрим теперь подробнее содержание данного текста. Первые шесть стихов. Первая часть псалма описывает всестороннее знание Господом человека. Ничто из того, что человек делает, говорит или думает, «Не ускользает от внимания Бога». И эти знания приходят в результате исследования. Господь исследовал псалмопевца. Все равно, что заглянул в его самое сокровенное, посмотрел, что у него на сердце. Отсюда вывод, что Господь знает человека до глубины души. «Нет ни одного сокровенного места в человеке, которое осталось бы Богу неведомым». Используя тот же глагол «исследовать», Иов, в частности, упрекает друзей в скрытом лицемерии, которое невозможно скрыть от Бога. Цитирую. «Хорошо ли будет, когда Он испытает вас, обманете ли Его, как обманывают человека?» Знак вопроса. Во втором стихе псалма есть такая фраза. «Когда я сажусь и когда встаю?» С помощью этого образа автор псалма описывает все виды своей деятельности, все виды жизнедеятельности своей. Несмотря на то, что Бог находится далеко, в храме или на небесах, Он издалека знает о всех поступках и мыслях человека. В отличие от человека, для которого облака являются завесой в лицезрении неба, для находящегося на небесах Бога нет никаких преград для наблюдения за человеком. Глаголы «иду» и «отдыхаю» также характеризуют все формы жизнедеятельности человека. То есть с утра до вечера. Глагол, переведенный на русский «как окружать» происходит от очень редкого корня «соизмерять», «оценивать», который нигде больше в Ветхом Завете, кроме данного псалма, не встречается. Следовательно, Господь не только знает, Он соизмеряет, Он оценивает поступки человека. Господь знает то, что человек собирается делать, прежде чем он произнесет свои слова. Глагол «окружать», переведенный на русский язык словом «обнимать», обычно употребляется при описании осажденного города. «Окружение» человека, перевзять его в плен. Если в прочих случаях употребление данного слова в Священном Писании, слово «окружение» не сулило ничего доброго, то окружающий человека Бог, согласно данному псалому, напротив, словно выстраивает вокруг человека защитную стену, окружает его от неприятностей, тем самым он его со всех сторон защищает. Фраза «полагаешь на меня руку» также является символом защиты, заботы Бога, потому что возложение руки на голову было издревле знаком благословения. Так древние патриархи, благословляя своих детей, желали возложить на них свою руку и передать таким образом то благословение, которое они получили от своих предков. «Как Господь знает о всех мыслях и поступках человека, остается для псалмопевца непостижимым». Это выше его понимания, но при этом он, при этом это не вызывает в нем чувство страха, как будто бы за ним постоянно подсматривают. Скорее речь идет о чувстве удивления. То, что Господь знает меня насквозь, это потрясающе, это замечательно. Седьмой-двенадцатый стихи. Идея о визеприсутствии Господа может служить не только утешением, но и предупреждением человеку, что ему никуда не скрыться от бдительного Бога. От его духа невозможно уйти или убежать. Это не означает, что действительно псалмопевец желает убежать от Бога. Убежать от Бога невозможно, потому что нет места ни на земле, ни на небе, где можно было бы от него раскрыться. Речь идет о том, что куда бы он ни направился, везде человек ощущает присутствие Всевышнего. Дух Господа – это образ его присутствия. Поскольку еврейское слово «дух», которое также может переводиться как «дыхание», «ветер», стоит в седьмом стихе в параллель со словом «лицо», следовательно, в данном контексте «дух» указывает на присутствие самого Господа, а не какой-то из его сил. Написанное за главной буквы слово «дух» в христианских библиях намекает на «духа святаго» как отдельную ипостась. Однако все же, если присмотреться к контексту псалма, вряд ли можно утверждать здесь уверенностью, что псалмопевец размышляет о тайне Святой Троицы. Основная мысль седьмого стиха при ближайшем прочтении довольно простая. «Куда бы я от тебя ни пошел, ты там всегда будешь». Господь присутствует как на земле, так и в недоступных для жителей земли местах, на небесах и в преисподней. Если бы кто-то даже попытался спрятаться от Бога на небесах или в преисподней, то по пророку Амосу и там бы его достала рука Господня. Никто из живых таким образом не избежит суда Божия. То, что Господь живет на небесах, можно сказать, является аксиомой для псалтыри. Поразительно здесь другое. Согласно иным псалмам, никто из находящихся в Шиоле в преисподней не славит Господа. О мертвецах, лежащих во гробах, Бог уже не вспоминает, пишет автор 87-го псалма. А здесь по 138-му псалму «И в преисподней можно встретить Господа». Более того, пророк Иона из чрева преисподней возопил, и Господь услышал его голос. Нельзя не согласиться с тем, что авторы священных ветхозаветных текстов подошли к той мысли, что власть Господа простирается и на Шиол. Господь знает обо всем, что происходит с душами, пребывающими в Шиоле. Но они не могут сами из Шиола выйти. Новый завет повествует о том, что душа Христа не оставлена в оаде, и плоть его не видела тления. Он воскрес из мертвых, первенец из умерших. В этом и новизна завета нового, что души умерших не просто будут взывать ко Господу из Шиола, но вслед за Христом воскреснут нетленными. В 9 стихе псалмопевец размышляет о движении Солнца по небосклону от одного края земли до другого. Скорее всего, заря указывает на восток, в то время как край моря указывает на запад. «Крылья зари, крылья Солнца, крылья ветра, как и крылья голубя» олицетворяют стремительность полета. В данном случае быстроту восхода Солнца на рассвете. Поскольку под морем евреи понимали Средиземное море, располагавшееся на запад от земли израильской, «закат Солнца мог ассоциироваться с уходом его за край моря». Куда бы псалмопевец ни пошел, Господь ведет и поддерживает его. Глагол «держать», «хватать» не говорит о каких-то ограничениях свободы, а арест, связанность веревками. Напротив, это говорит о подстраховке со стороны Господа. Контраст между тьмой и светом пронизывает библейскую литературу, начиная с первого творческого слова Бога посреди тьмы «да будет свет» и заканчивая явлением в мир божественного Логоса, который как свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Образ тьмы и мрака в псалмах может служить намеком на землю забвения, то есть на преисподнюю. По русскому переводу данного псалма тьма скрывает человека, который прячется от Бога. Однако вместо «скрывать» в еврейском тексте мы встречаем глагол «поражать», «бить», которому греческие переводчики нашли эквивалент в слове «топтать», «попирать ногами». Если следовать букве древнееврейского текста, после слов «скажу ли» в 11 стихе стоит лаконичная фраза «Верно, тьма поразит меня, и свет вокруг меня ночь». Следовательно, в 138-м псалме образ тьмы может быть связан не только с шеолом, и не столько с шеолом, сколько с болевыми ощущениями, которые делают жизнь мраком. Используя образы тьмы и света, таким образом автор псалма хочет показать, что спрятаться от Господа невозможно. «Даже если бы я захотел укрыться во тьме и пожелал бы, чтобы окружающий свет превратился бы в тьму, это не скрыло бы меня от Бога. Для Господа даже тьма не является темной, буквально не затмит, и ночь, как день светла, ибо с Господом для праведника и тьма может быть светлой. Это показывает обратную перспективу отношения человека с Богом. «Хотел бы я этого или нет, ничто не может скрыть меня от Господа. Я не могу избежать не только его суда, но вот что поразительно, оказывается, я не могу избежать его милостей». Небесный Отец повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных, спасая тем самым как добрых людей, так и злодеев от голода и холода, даже если сами они того не хотят. В третьем разделе Псалма – это стихи 13-18. Его автор размышляет о тайне творения Богом человека и о непознаваемости его помышлений. Господь соткал Псалма – певца в утробе матери. Словно искусный художник, он сплел его, связал. И сделан он это в тайне от людского взора. Он придал человеку индивидуальные черты личности, которые новорожденному предстоит со временем раскрыть. Внутренности буквально – это мои почки. А почками в библейских текстах назывался условный центр эмоциональной сферы жизни человека, в том числе и центр совести. Также в библейских текстах мы встречаем понятие сердца, которое ассоциируется не только с центром совестности, но и с центром личности человека. В этом случае контекст употребления слов почки и сердца не совпадает с тем, что принято в русской литературе. В переносном смысле под внутренностями можно понимать и в целом все, что связано с телом человека. 14 стих достаточно труден для интерпретации, потому что вместо русского перевода «я дивно устроен» в исходном тексте стоит выражение «я сделан страшно и удивительно». Следовательно, в основе человеческой жизни отражение тайны и чуда творческой руки Создателя. И это чудо, оно страшно и удивительно. Третью часть 14 стиха можно перевести двояко. Или как «моя душа хорошо это знает», или как «ты хорошо знаешь мою душу». Во втором случае в очередной раз подчеркивается всевидение Божие. «Ты знаешь меня насквозь». «Мои кости не были скрыты от тебя, когда я был тайно создаваем». Как эмбрион в материнском чреве. Ну, вот как нечто, что сотворяется в недрах земли. Вполне возможно, что поэтическое сравнение недр, то есть глубин земли с материнским чревом служит отсылкой на происхождение человека из земного праха. Слово «зародыш» или в современном лексиконе можно сказать «эмбрион» указывает на нечто не до конца сформированное. Это слово также встречается в Ветхом Завете всего один раз. Только здесь в науке это принято называть «гапекс легоменон». Вот тема формирования эмбриона псалмопевец переходит к вопросу о продолжительности жизни. Еще до рождения псалмопевца Господь уже словно решил, как долго человек будет жить. Он буквально записал это количество дней в книге жизни. При этом дни жизни человека здесь рассматриваются не как карма, обязывающая человека жить, по какому-то заданному сценарию, а скорее как некий верхний предел продолжительности жизни. То есть дни человека сочтены, значит, что человек не будет жить на земле вечно. Божьи замыслы тяжелы для понимания, трудны, а значит, они важны. Они важны, они драгоценны. Их невозможно сосчитать, ибо они многочисленнее песка. Даже если бы я мог сосчитать все мысли Господа, то все равно я бы его до конца бы не познал. Разговор о пробуждении от сна кажется незавершенным. Это 18 стих. Неясно, пытался ли псалмопевец даже ночью размышлять о божьем промысле, засыпая и просыпаясь. В силуэту некоторые исследователи полагают, что какие-то слова уже в древности выпали из текста при переписывании. Другие, для понимания смысла 18 стиха, предлагают такой поэтический его парафраз. Если бы я мог сосчитать твои мысли, мне пришлось бы жить так же долго, как и тебе. Ну, а это невозможно. Я не могу жить так же долго, как Бог, потому что Бог живет вечно. И, следовательно, в обратной перспективе мне невозможно все мысли Господа сосчитать, равно понять. Так или иначе, псалмопевец признает свою ограниченность в познании замыслов своего Творца. В то же время, он уверен, что Бог создает его не в качестве робота, который должен работать по изначально заданной программе. Творец, который участвовал в таинственном зарождении жизни в отрубе матери, всегда присутствует рядом не для того, чтобы бить по рукам свое драгоценное творение, а для того, чтобы беречь его как мать, которая пеленает и воспитывает свое дитя. Современные медицинские технологии помогают в настоящее время наблюдать за тем, как развивается эмбрион в утробе матери. Но они так и не раскрыли тайну чудесного участия Бога в зарождении жизни. почему и кажется некоторым неверующим медикам, что Бог в этом и не принимает участие. С 18 стиха повествование псалма внезапно меняет свой тон. После возвышенных и проницательных рассуждений о творении человека автор псалма начинает сетовать на врагов Господа, которых он считает своими собственными врагами. Он просит Бога буквально убить нечестивых, поскольку по определению кровожадного и коварного Господь гнушается. Нечестивые злонамеренно наговаривают на Господа, вызываем тем самым в нем ответное раздражение. Перевод второй половины 20 стиха зависит от того, к какому языку мы относим соответствующее древнееврейское выражение. Если рассматривать в соответствующем слове арамейский корень враг, тогда значение фразы будет таким тщетно возносят твое имя враги твои. Если же рассматривать в этом редком слове древнееврейский корень город, который встречается в названии населенного пункта Ар-Муава, в таком случае значение фразы будет иное «напрасно захватывают твои города». Хотя второму варианту, связанному с городами, симпатизирует септуагинта, где также речь идет о захвате городов, но такое прочтение стиха кажется неоправданным. «Твои города на тебя же впустую наговаривают» знак вопроса. Поэтому большинство современных экзегетов предпочитают видеть в 20-м стихе указания на врагов «Тщетно возносят твое имя враги твои». Поскольку себя лично псамопевец причисляет к верным слугам Господа, отсюда риторический вопрос с негодованием «Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя?» Как видно он с отвращением смотрит на врагов Господа как на собственных врагов. Испытывает к ним совершенную ненависть без капли сострадания. 23-24 стихи Псалом заканчивается обращением к Богу подвергнуть псамопевца испытанию. 23-й стих повторяет ключевые выражения из первого стиха «Испытай и узнаешь». Автор Псалма уверен, что Господь не найдет в нем ничего дурного заслуживающего наказания. Но в то же время он словно нуждается в перепроверке своей жизненной позиции. Он постоянно стоит на перекрестке жизненных дорог и не претендует соответственно на статус святого. Слово переведенное на русский как помышление встречается в Библии всего два раза. Судя по контексту 93-го псалма, речь идет о каких-то волнительных мыслях, скорби на сердце. Следовательно, Господь испытывает все, что связано с интеллектуально-эмоциональной составляющей личности, его помышления сердца. Слово, переведенное на русский как «опасный», встречается в Библии всего четыре раза и в основном для описания тягот и скорбей. В греческом переводе «опасный», опасный путь назван беззаконным, а в сирийском лживым. В зависимости от того, к какому корню возводить данное слово, путь может быть идольским, идолопоклонническим в противовес пути Божию, и следовательно, речь может идти о каком-то греховном поведении человека, которое причиняет боль Господу. Добрый путь, на который псалмопевец просит Бога его наставить, это путь вечный. Если провести лексическую параллель с книгой пророка Иеремии, путь древний. Выходит, что вечный путь это путь, который Бог определил в древности на все времена в будущем. Вот на этот путь как раз и просит наставить его псалмопевец. Подведем итоги. В 138 псалме мы встречаем слова невинно обвиненного человека, который приходит в храм, чтобы оправдаться пред Богом. Раз апеллируют к Богу и просят его исследовать его помышления, значит вещественных доказательств его виновности или невиновности не хватает. Слово переведено на русский как испытать в литературе мудрости чаще всего имея значение исследовать, разыскивать, узнавать. Указание на два пути опасный и вечный, которым завершается псалом, может говорить о том, что его автор человек умный и чувствительный, размышляющий над смыслом жизни. Он описывает себя и окружающий мир с точки зрения верующего. Он не пытается рационально доказать или опровергнуть присутствие Бога на небесах и в преисподней. Он пишет о везде присутствии Бога как об аксиоме, которое сопровождает его по жизни, куда бы он ни пошел. И если он просит Бога отвернуть от опасной дороги и направить на путь, ведущий к жизни вечной, то это в очередной раз доказывает, что Бога он мыслит как реально существующего и по природе благого. Благодарю за внимание. субтитры и субтитры и субтитры Продолжение следует...